Приветствую! Меня зовут Буховер Евгений. Я являюсь сотрудником кафедры физики. И по совместительству я один из первых счастливчиков, закончивших направление наноинженерия. Соответственно, собственно, об этом я и сегодня хочу с вами поговорить. А точнее, рассказать, какие есть перспективы по трудоустройству после окончания данного направления, а также, чем мы будем пользоваться в процессе обучения. И о первом нам расскажет Блесман Александр Иосифович, который является заведующим кафедры физики, а также по совместительству руководителем направления наноинженерия. Отвечая на вопрос, с какими предприятиями мы контактируем и работаем, ведем совместные договоры, работы научно-исследовательские и опытно-конструкторские, можно сказать, что это ведущие предприятия как нашей страны, так и регион. Это такие организации, как Роскосмос, НПО Композит, Уралвагонзавод, ведущее предприятие академическое Уралвагонзавода НИИ Гуревестник, Карбонгрупп, Омские отделения завод техуглерода, Омский нефтеперерабатывающий завод, Омск Трансмаш и академические институты, такие как Институт проблем переработки углеводородов. Выпускники нашего направления работают во многих вузах нашего города и сибирского региона, в академических институтах, а также на предприятиях города Омска и региона Сибирь. Начнем обзор оборудования наноинженеров с электронного микроскопа. Оборудование довольно серьезное, служит для изучения поверхностей проводящих и непроводящих материалов любой сложности и в виде вплоть до атомов. Но если он не справится, у нас есть зондор Индегра, способный выдать вам любую информацию касательно поверхности вашего образца, будь то шероховатость, неровность, либо другие параметры, какие только захотите. Но мало изучать образцы, иногда их нужно и получить. Для этого у нас есть напылитель. Установка плазменного ионного распыления способна создать вам поверхность из любого материала толщиной до нескольких микронов или до нескольких нанометров, в зависимости от ваших задач. Ну и крайним прибором, о котором я сегодня хотелось бы рассказать, это рентгеновский дифрактометр Шимазу. После того, как вы создали образец, посмотрели его поверхность, иногда нужно заглянуть в глубину образца. И здесь прекрасно вам поможет рентгеновская дифрактометрия. И на этом краткий обзор направления наноинженерия можно считать законченным. Если есть вопросы или направление заинтересовало, мы всегда вас рады видеть на дне открытых дверей или в любой другой день. Ну а я пошел работать дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ПО Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ПО Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова